добрый день дорогие друзья дорогие подписчики с вами укрлайф тиви и я сегодняшнего дня ведущий этого канала просто я представлю что я есть создателями этого канала двенадцатом году в 2012 году как сегодня я помню мы запустились 5 сентября 2012 году более 11 лет назад ну скоро будет 12 лет вот дня или руслан бортник директор украинского института политики известный политолог русла я извиняюсь прежде чем начинать с вами разговор я бы хотел немножко ясности сделать про каналов крыла их тиви у нас произошли некоторые изменения людьми милане мире уже у нас не работает на вас внутренние немножко разногласия и море шеллерс нас людьми лань не мира сейчас открыла свой youtube-канал она таки называется этот канал таки называется его именем людьмила не мире я даже предлагаю всем нашим подписчикам подписываться на его канал пусть она развивается и желаю только удачи у меня первый вопрос будет я думал что там разные вопросы задавать ну так как все стремительно меняется не успеваешь даже следить но я все-таки думаю первый вопрос у нас будет как трамп вчера высказался что он случае чего если ты не платил деньги никто тебе помогать не будет да то есть в этом плане то есть он наоборот там одобрит действия путина ну я начал себе думать а вдруг он завтра ну когда он есть ли он придет конечно классе завтра скажет украине даже со что ребята вы там столько денег получили пока там не вернете я вам помогать не буду ну как как вы вообще там оценивайте вот эту ситуацию здравствуйте я считаю что практика когда собственники каналов собственники сми выступают в роли ведущих она заслуживает самой высокой похвалы так уже вижу студии знаете ахметова пинчука или коломойского которые ведут свои эфиры эти эфиры стали бы намного честнее я бы сказал бы и ответить нежели нежели то что мы раньше видели на этих телеканалах тоже хочу добавить что я искренне желаю не мире любили не мире только только успехов потому что многие годы мы работали с ней вместе она всегда очень позитивно встречала поддерживала хвалила восхищалась и как бы я я получил огромное удовольствие от многих лет сотрудничать с не как многие многие эксперты если что для меня осталось непонятно почему с началом войны десятки возможно даже сотни моих эфиров с телека с укрлаева были просто удалены или спрятаны вот вот для было ли это чего-то указание преступные является ли это элементом самоцензуры я не знаю к сожалению людмила этого так не прояснила у меня остался вопрос в отношении свободы слова на укрлайве я думаю что то что мы с вами сейчас работаем в этом эфире и дает частичный ответ на этот вопрос теперь отвечаем без непосредственно на то что происходит сегодня вот в мире то что происходит сегодня вокруг такера карлсона на его поездка в саудовскую аравию его интервью мы должны понимать его интервью имеется ввиду с путиным мы должны понимать что это не только игра такера карлсона обратите внимание что начался разговор о возможном внесении его в санкционные листы европе в других странах а потом потом этот разговор сразу по утих поскольку все понимают что во-первых такер карлсон скорее всего является представителем дональда трампа в этих поездках в этих дискуссиях и кроме публичной части публичных интервью есть еще и не публичная часть о которой сам такер карлсона рассказывает говоря о том что путин готов на большие уступки он не лично якобы это рассказывал а и никто не хочет ругаться сегодня особо с дональдом трампом с учетом того что он возможный вероятный даже следующий президент сша и во вторых все понимают что за этой позиции стоит позиции принципе части республиканских элит партии которая может победить на президентских выборах победит победе и кандидат партии от которой в принципе зависит будущее западного мира от от ее внешней политики и поэтому никто не спешит все скрипят зубами осуждают такера карлсона я тоже считаю чтобы интервью путину было очень слабое он был не подготовлен такому уровню диалога и дискуссии он был на себя не похож но все его осуждают но никто не решается как-то применить какие-то другие меры и правого или политического воздействия на такера карлсона понимая какие силы скорее всего стоят за его спиной смотрел это выступление в арабских эмиратах буквально сегодня утром да то есть ну такое впечатление что его тоже зомбировали так понимаете как он в его выступлениях там ну раз там 20-30 где-то услышал путин то есть он байкина по моему даже нет ни разу не называл то есть разговор только идет что вот путин он значит великий человек все он спасет весь мир там ну короче ну такой впечатлении что все он уже агитатор путина вы знаете почему так происходит россия предлагает несколько очень таких идей и я бы сказал бы даже не идей а идеологем которые созвучны с тем что предлагают республиканцы их россия поделяя предлагает просто поделить мир вот сесть снять колбойскую шляпу положить ее на стол и на листочке поделить мир разделить новые сферы влияния что уменьшить степень хаоса в мире что уменьшить американские издержки я теперь объясняю логику республиканцев с которыми общаюсь что позволит более четко распределить права и обязанности в зонах влияния потому что мы видим что трамп говорит что мы там разрушим нато если они не будут платить мы ведем торговые ограничения в отношении европы в отношении там импорта алюминия стали если они не будут платить то есть сша считает деспубликанские это сейчас считают что к сожалению остальные их союзники использовали их получаю бесплатно услуги американские в сфере безопасности американскую армию имеется ввиду получая хорошие торговые режимы доступно американский рынок который является самым крутым самым большим в мире вот они использовали и сейчас сша хотят это прекратить поэтому идея раздела мира который обеспечит больше больше контроль большую ответственность более эффективную эксплуатацию ресурсов тех или иных частей мира она в принципе ложится хорошо психологию республиканцев второе и обратите внимание с чего так и красно заходил тоже в интервью с путиным религия республиканские элиты консервативны для них важно быть христианином например для них важны традиционные семейные ценности их позиции вас позиции путина совпадает в этой части против лгбт условно говоря против новых веяний новых социальных трансформаций это тоже и поэтому приезжая в москву иван маск не знаю или какие-нибудь артисты и такер касс она не чувствует себя немножечко то ли в прошлом счастливом прошлом американском то ли в счастливом будущем в этой части но они чувствуют и идеологическое родство более того и российская и американская экономическая система политическая онишние идеологически не представляют собой большой разницы сегодня я это уже не разница между коммунизмом не знаю периода хрущева и капитализмом периода рейтинг рейгана обе системы являются капиталистические тут даже нет разницы такой какая есть между сша и китаем хотя и она в значительной мере натянута потому что по своей сути сегодня китайское государство очень либерально насколько это возможно для коммунистической модели и из-за этого из-за этого происходит такая знаете индоктринизация я бы сказал многих консервативных западных политиков не только американских если не приезжают и коммуницируют в москве и второе надо понимать что путина республиканские элиты пытаются использовать в качестве такого себе ледокола против байдона то есть они ожидают что путин будет подыгрывать республиканцам время избирательной кампании с одной стороны демонстрируя готовность к миру а напомню что трамп обещает мир за 24 часа и все что путин говорит о миру и мире сегодня готовности к переговорам готовности к миру это усиление тезисов трампа о том что мы договоримся за 24 часа а с другой стороны создавая постоянный кризис безопасности атакуя дальше украину и создавая угрозу кризиса безопасности в целом в европе что также должно подчеркнуть неэффективность и провальность внешней политики байдена вот поэтому мы видим что такер карсон сегодня вас путин говорит много чаще чем байден своих выступлениях и ну продвигает многие эти тезисы которые мы часто слышали от москвы ну хорошо вот дух полярного мира уже не будет да то есть как бы уже нет получать мы не знаем какой будет мир на самом деле мы можем сказать точно что однополярного мира не будет но будет это новый двуполярный мир американо-китайский будет это много полярный мир там добавится сюда еще индия бразилия турция россия надеюсь украина когда-то будет ли это бесполярный мир мы пока не знаем кто во всех кто говорят что знают они просто обманывают нас мы уверенно можем говорить что рушится однополярный мир об этом говорит и сам байден и об этом говорит джек салливан идет глобальная переп перестройка ну хорошо где вот украина тогда в этом глобальной перестройки то вот где где мы себя видим вот вот на сегодня ну вдруг действительно байден трамп идет к власти да то есть ну приятность есть да и то больше чем это на я так анализирую да но действительно они испуг ну как вот как нам быть сейчас может пока байден у власти договориться каким-то образом уже прийти к миру действительно уже закончить эту войну сейчас мы практически являемся фронтиром западного мира исторически то есть мы крайняя . западного мира в евразии одна и одна из крайних точек так исторически уже несколько раз было когда мы были фронтиром то ли российской империи в разных формах то ли западного мира и всегда это несло трагедию нашему народу гибели разрушения при перерывании какой-то исторической традиции вот сегодня мы еще раз фронтир конечно наш интерес исключить себя из этой геополитической игры сохранить суверенитет то есть возможность управлять своей страной самостоятельно абсолютно и исключить себя из этой игры снова стать страной с открытыми границами торговой площадкой страной конкуренции разных смыслов и идей то есть нам необходимо в наш стратегический интерес это переоткрыть нашу страну для мира чтобы сюда приходили разного рода инвестиции от китайских до американских каких угодно там у меня монгольских любых инвестиций чтобы здесь сохранялась конкуренция но по этому пути нам придет придется идти очень сложно для этого нужно очень смелое политическое лидерство для этого нужен новый деголь украинский дегольф человек который примет сложные непопулярные часто решения в интересах будущего своего государства и своего народа напомню что дегольф свое время выводил войска из из африки несмотря на французские огромные потери на их огромную историю связанную с этим с колонизацией французской африки с миллионами беженцев с этой истории нам необходим свой дегольф человек который примет сложное решение которое позволит извлечь украину достигнуть каких-то мирных соглашений извлечь ее из геополитического противостояния и вернуть на рельсы политического социального развития вернуть ее на рельсы демократии потому что пока идет война невозможна демократия или она будет крайне ограничена эта демократия наш стратегический интерес но путь наш к этому интересу очень сложен во первых нам надо сохранить действительно суверенитет нашей страны во вторых нам нужно нужно что-то делать с российской агрессии российским торжением то есть я сторонник подхода такого знаете условно говоря эстонского прибалтийского не признание ни в коем случае оккупации не к ни клочка украинской территории но прекращение боевых действий и перенос этой дискуссии в отношении территории в дипломатическую плоскость плоскость историческую плоскость будущего а ведь мы знаем что российское государство не очень стабильно и в будущем я уверен что если украина сохранится у нее появится еще 100 тысяч и один шанс для того чтобы восстановить свою территориальную целостность соответствии с международно признанными границами и мне я сторонник того что страна должна изнутри быть перезагружена должны быть новые парламентские президентские выборы для того чтобы люди могли вручить новый мандат доверия новым политикам и они смело могли принимать сложное решение потому что условно говоря я очень хорошо отношусь к нашему президенту но ему мандат на такие переговоры общество не давала как и нынешнему парламенту не давала для того чтобы достигнуть какие-то мирных договоренностей провести переговоры нам необходим новый мандат для лидера для партии которые сразу же идут запросом к обществу на этот мандат ну хорошо вот допустим завтра зеленской выступить скажу что ну перед народом выступить как лидер нации скажу что хватит войны давайте пока остановимся заключим мир и территории ну как как вот более-менее на наших условиях придумать какой-то вариант такой чтобы устраивала все стороны потому что так как вы говорите что украина будет развиваться как бы самостоятельно смотрите ну смотрите уже сколько по почти год уже не помогает оружием там всеми остальными ну так же долго не может продолжаться ну формально не помогают с 1 января хотя продолжают честно вам говорю помогать ищет другие механизмы до но сложный вопрос я понимаю просто существует очень много моделей как это можно сделать то есть я считаю что стратегически можно договариваться о том что украина становится членом ес и россия не против и ес станет главным драйвером восстановления украины в обмен на нейтральный или внеблоковый статус все равно в нато нас не принимают мы все нового торгуя нато на переговорах мы торгуем воздухом потому что в нато нас не принимают но часто есть необходимо для социальных реформ для экономического восстановления элементом этого восстановления должны должны стать и фонд условно говоря восстановления украины куда могли бы сброситься все в том числе и россия за счет замороженных российских активов например китай и сша европейский союз этого не просто восстановление это будет инвестиция потому что эти страны придут в украину не просто дадут деньги они получат какую-то долю в экономике в сельском хозяйстве промышленности в инфраструктуре и логистике это будет для них инвестиция а для нас восстановление одновременно вот такой баланс я и предлагаю нейтральный или внеблоковый статус в обмен на честу есть и реальные гарантии безопасности от ядерного клуба от совета безопасности он специальным договором с принципом коллективной обороны то есть если украину на украину кто-то нападает то ядерные страны и защищают отправляя свои войска не просто обещая помощь экономическое восстановление всех с при участии всех всех сторон в этом процессе открытие границ открытие бизнес-среды возвращение украинских беженцев вот такая переоткрытая нейтральная и вместе с тем чем европейского союза страна она будет очень привлекательна как для денег так для людей и это стана будет развиваться и процветать нужны смелые и оптимальные решения конечно украина при этом не должна и не надо ни в коем случае признавать какой-либо российский статус за оккупированными территориями просто откладываем на будущее все ждем дальше россия нестабильное государство рано или поздно этот вопрос снова возникнет как бы мы за эти вас территории не воюем но продолжаем считать их своими хорошо вот в горке экономической вот интеграции дать европу вот смотрите что сейчас делается на границе с польшей да то есть зерна высоту ну как идет война да то есть во время войны они как бы помогает нам ну закончится война ну но я думаю что будет еще хуже там на границе ситуации вот ну вот как вот да безусловно потому что мы можем демпинговать европы по многим направлениям ну часть этих протестов конечно за ними стоят там и действия наших врагов откровенно ночи но если говорить серьезно то мы производим сельскохозяйственные продукции приблизительно еще плюс 30 процентов европейскому рынку то есть одна наша страна производит 30 процентов сельскохозяйственной продукции что производит вместе и все вместе взятые европейские страны это проблема но с другой стороны европейский союз уже сегодня помог украине приблизительно без 50 миллиардов на сумму 100 миллиардов евро это та цена которую заплатили европейцы за за войну за поддержку нас за безопасность за то что украина остается этим буфер это тоже хорошие деньги которые европейская комиссия в случае отсутствия войны могла бы направить на субсидирование своих фермеров на субсидирование своих логистических компаний о чем я говорю о том что высвободятся деньги которые сейчас идут на войну в европе для для сглаживания этих экономических кризисов связанных с тем что украина большой производитель произойдет на и полноценно на европейский рынок поэтому я думаю что тут можно найти баланс ну хорошо вот опять таки вот вы сейчас напомнили 50 миллиардов да но эти деньги же нам не подарить вообще деньги нам не дарят и вообще там деньги абсолютно не дарят потому что все вспоминают план маршалла и время от времени но тогда германия 80 процентов получила и 80 процентов получила гранты которые не надо было грамм а 20 процентов кредиты а у нас 60 и 40 процентов гранты то есть но очевидно с нас пытаются что-то еще заработать хотя бы не ждущими нас откровенно из этих 50 миллиардов тоже мы говорили что 33 и 17 33 миллиарда это кредиты причем европейской комиссии еще придется пас поискать их а 17 миллиардов это гранты но очень хитрые гранты в эту сумму собираются привлечь деньги так называемых доходов замороженных российских активов а законодательство который бы регулировал бы извлечение этого дохода замороженных российских активов в европе еще нет поэтому гранты в ближайшее время мы не получим но вот кредиты мы наверное новые получим и там идет сложный диалог за кулисами в отношении того чтобы украина получила не 12 с половиной с половиной миллиардов ну если 50 разделить на 4 это средняя сумма по а украина хочет получить хотя бы 18 на фоне отсутствия американской помощи но нам нам никто ничего бесплатно практически не дает на нас еще пытаются буду понимают что мы богатая потенциально страна и хотят еще в будущем на нас заработать но дело в том что я думаю что европа не очень так хочет на нашу продукцию пускать все потому что вы смотрите что сейчас делается европы во франции везде во всех странах сельскохозяйка агрофирмы и все эти вышли на демонстрации закрывает дороги там ну ну просто вот а представьте себе когда уже украина полноценно будет поставлять сюда свою продукцию до демпинговать тогда вообще я не знаю что будет то есть вопрос очень серьезный да вы правы абсолютно но все-таки тут дело еще знаете взвешивание условными взвешивания целей а в другом стопе поиграем этот вариант европа не пускает украину к себе не пускает у европа вверх потратила украину уже на тот момент там через два-три года 150 миллиардов евро украина проигрывает или или войну или превращается в образование которое неспособно вернуть деньги кризис безопасности сохраняется в европе европа должна дальше его финансировать это тот сценарий который может случиться при инерционном развитии событий при том викторе событий которые мы имеем и сейчас и с другой стороны как бы европа идет на трансформацию серьезную внутреннюю трансформацию том числе экономическую в аграрном секторе но направляет эти деньги на субсидирование своего производителя на сглаживание этих проблем то есть тут вопрос выбора что что европа хочет условно говоря ужас без конца потому что украинский кризис это будет кризис европейский на десятилетия или европа хочет пойти на сложные трудные одномоментные решения но выйти потом все равно позитивный трек разлыки хотя бы абсолютно правы и наша хозяйственная продукция на европейском рынке не нужна опасно нанесет огромные угрозы европейскому сельскому хозяйству с точки зрения конкуренции и наша логистика и наши трубы и наша сталь и наша руда но по многим направлениям мы действительно очень конкурентны на европейском рынке и будем создавать экономические проблемы для существующих производителей которые сейчас находятся в загоне из-за новой энергетической политики европы европы европа и так переживается с экономической точки зрения очень сложные и депрессивные времена вопрос вот но вроде есть разговор что отменил поездку услышали макрун да вроде бы отменил но причины до конца непонятно и было ли это поездка не понятно не знаю что это связано с американо-французским диалогом дело в том что шольц недавно встречаться с байден два часа с ним разговаривал говорили явно в украине новой немецкой роли в поддержке украины а макрона не пригласили более того макрона у франции есть свои внешнеполитические интересы мы знаем что франция активной в азии в априке на ближнем востоке то есть это единственная страна в европе европейском союзе нынешнем после выхода британии у которой есть явно выраженные свои геополитические геоэкономические военные внешний интерес это сегодня единственная страна в европейском союзе которая является владеет собственным ядерным оружием то есть она геополитически достаточно самодостаточна в этой ситуации поэтому мне кажется что тут пробежала черная кошка между байденом и макроном и это отобразилось конечно на украино-французских отношениях тоже а это не связано с тем что там вроде бы какие-то разговоры что там есть французской наемники там воюет на стороне украины там что-то российскими да российскими где пишут об этом но я не думаю что это президента франции был бы стал бы целью для российских новых атак российскими пишут более того есть сообщение о гибели французских волонтеров какого статуса это волонтеры мы не знаем то есть были ли они вовлечены в боевые действия это действительно гуманитарные люди проверить информацию невозможно пока он но я думаю что все таки вопрос безопасности он старостепенен все же в этой ситуации тут есть политический расчет я думаю на этом мы закончим сегодня наше интервью спасибо руслан и вам хорошего вам дня дорогие друзья у нас сегодня был руслан бортник известный политик политолог и до скорой встречи с вами был я роман received alieff до свидания заседании и и Субтитры создавал DimaTorzok